А можно воспринимать содержание стурпоклонной молитвы как содержание того, что нам стоит прочитать про упомянутых там людей? Да, конечно. А не знаешь, спроси, будешь знать. Потому что тут спрашивали программу, а что... Ну давай, давай, по порядку. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, Греша, тут понятно? Пророки, когда пророки начинаем, пророки, понятно. А когда святых отцов, ну тут поминаются все, которые в основном канонизированы, известные. И жены, это тоже канонизированы все. Какие конкретно непонятные? Нет, я понимаю, что они канонизированы, и про них стоит почитать. Я про то, что спрашиваю, а что почитать, про кого, какая программа. Тут готовая программа. Ну, какая программа, жития святых, какая программа. Нужно знать, кого просишь. Если вы обращаетесь к кому-то, тебе программу не надо. Нужно знать, может он или нет. Имеет ли эту власть или нет. Мы верим, что святые слышат и отвечают. Вот и все. Вся программа. Конкретно у нас что тут взято? Божья Матерь – это вторая десятка. Третий – Ангел-Хранитель. Четвертая – Ян Креститель. Пятая – Никола Чудотворец. Шестое – Пророки и Апостолы вместе. Вот, Пророки сказать. Седьмое – отдельно Апостолы и Ангелы, Архангелы и Евангелисты. Дальше – восьмой – Мужченики. Девятый – Святые Отцы, Десятые – Жены и Девы. Десять десяток – Сотня. Аллилуйя. Я про то, что можно прям взять и отдельно по этой молитве читать про них. Как желаете, так и сделайте. Но здесь так, чтобы за десять минут не заходили. Люди на работе везде бывают. Мы уже договорились. Кто желает – отдельно дальше. Продолжаем молиться. А самая конструкция вот такая, как есть. И кроме того, упоминаем, какие у нас большие нужды. Кто-то заболел. Кого-то там на фронт взяли. Мы их всех поминаем. Там Никиту, Александра, Максима. Вот, которые будут в тюрьмах. Мы точно знаем, кто есть. Сергей вот этот, Нижнеуральский арестованный был, который игумен. Или я, Мажар. Вот, у него суд вроде бы в марте может быть. Мы как раз всех знаем. А кто болеет? И болящие записаны, повторяются. Конкретно нужно сказать, что непонятно. Какие имена я скажу? Все понятно. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Игорь Тихонович, можно вопрос? Можно. Я только скажу. Сейчас я рассылаю материал. Только что закончил. 24 отрывка из фильмов библейских. Но составляли ясно не русские. Может быть, там где-то что-то... Ну, заметите слово как... Но считают точно по Евангелию. 24 отрывка, которые очень сильно помогают. Прямо конкретно фильмы снятые. Ну и вот я закончил эту работу. И сейчас рассылать начал уже. Так что ждите. Общий уже поставил. Вот где сейчас мы находимся, тут есть уже. Говори. У меня по писанию вопрос. Давай. Меня хорошо слышно? Да-да, я слушаю. Исайя, 55 глава. Первый стих. Жаждущие, идите все к водам. Идите и вы, у которых нет серебра. Идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Вопрос. Что значит покупать без серебра? Как это? Это означает даром. Не как в церкви все время за деньги. Крещение, деньги, деньги. Это симония. Даром приходи. Божественное слово, которое сравнивается с молоком, со хлебом. Господь дает тебе. Святая Библия открыта. Толкование святых отцов. Вот и все. Понятно. Ну, мы же бесплатно делаем. Я сколько проповедей говорил в дорогах, это несколько тысяч. Тысяч. Хотя в моих книгах сохранилось 1137 проповедей. Я бы за деньги проповедовал. И арестовывали, еще только не было. И сажали. Душа радуется. Говорить о возлюбленном, это нельзя передать. Так, еще и... Спасибо, Христос. Да, спасибо, Христос, вас за внимание. Так, если вопросов нет, я отхожу, начинаю рассылку дальше вам. Есть еще один. Давай. Так, как можно отличить истинное и смиренно мудрее от ложного? Какие признаки? Ну, это вопрос сложный. Это не... Надо смотреть по Писанию. Вот говорят, а ты догневался, Господь возгорел с гневом, написано. Христос, будучи человеком на земле. Так что надо смотреть, где, за что и как. Это конкретно на каждый случай. Где-то надо промолчать, где-то надо кротко ответить, где-то надо расширенно по Слову Божию. То есть смотреть, кто перед тобой. Какие слова сказать? Это опыт. Смиренно мудрее. Смиренно мудрее или молчал. А ты промолчал, а Бог взыщет с тебя. 3.18 из Икииля. Ты видел согрешать? Не сказал? Он погибнет. С кровью сойдет. Но кровь его будет на твоей голове. А если ты сказал, а он не послушал. Кровь его на его голове, а ты спас свою душу. 3.18.20 из Икииля. Вот тут опыт пригодится. Как сказать? На каждый случай надо. Я рассказываю, к краевой администрации пришел, а человек знакомый, немножко знакомый, но мне надо выше пробраться к губернатору. А он пошел за каким-то документом, говорит, да посидите у меня в кабинете. Да я говорю, нет, я выйду с вами. А почему? Потому что у вас документы государственные, а вы меня мало знаете, да мало ли что. А потерю обнаружите дня через два. И вы будете думать, на ком? Он в другой кабинет зашел, и другим говорит, вот у меня посетитель какой. Мне выговорили, тебя наказать надо. Какой же ты работник-то? Бросил кабинеты, ушел. А тут документы, весь стол заваленный. Где бы ты ни был. Я иду. Сейчас я могу так коротко сказать. А впереди меня две женщины курят. А тут не асфальт, а галька лежит-то. Ну, я косолапый-то задел как-то. Идут быстро, шагают-то. Ну, ударил, я даже не нарочно ударил. А камень подлетел, я ударил пальцем, или как, и папироса выпала. А я не видел это. Я мимо прохожу и говорю, а курение очень вредно. Она говорит, на одну папиросу уже сократилось. Где бы с кем я ни был, ты всегда думай, как? В чужие разговоры не влазь, никогда. Но если попросят, помолись и еще подумай, говорить или не говорить. Не знайка дома сидит, а знайку по судам таскают. Никого нет, ухожу. Спасибо, Христос.